Всем привет! Сегодня будем тестировать вот такие вот гель-лаки Михей это у нас 044 номер Термогель-лак Для меня самое главное, чтобы он на светлом оттенке не просвечивал Если я не ошибаюсь, называется Геллард гель-лак Номер 54, не очень-то бюджетный, но флакончик симпатичный Единственное, смущает, что нет никакой информации По текстуре он мне очень нравится и давайте начнем выкраску Также сегодня попробуем Борнбретти Хамелеон Я покупала номер 2 и 3, но у меня уже есть номер 1 У меня типсы с этой выкраской потерялось, поэтому еще раз буду выкрашивать Также попробуем на эти гель-лаки сделать втирочку Так как в прошлом видео, когда я их тестировала, они у меня не досохли И я решила, что они с липким слоем Но я уже с одним из них сделала педикюр И у меня уже 2 недели все отлично носится Так что в качестве этого гель-лака я уже не сомневаюсь Осталось только проверить, получится ли нанести на них втирку Сначала буду выкрашивать вот такой вот цвет Он коричневый, симпатичный, не сильно темный, не сильно светлый Какой-то средний По сравнению с гель-лаком Винолиса он прям темный кажется Текстура у гель-лака очень приятная Как видите на прозрачной типсе, первый слой, конечно же, имеет проплешины Кисточка удобная, мягкая Ей прокрашивать удобно будет и возле кутикулы, и возле боковых валиков Гель-лак самовыравнивается, что очень хорошо Первый слой я просушила в лампе 48 ватт 30 секунд Как мне кажется, все отлично просохло И не такая уж у него плотная текстура, чтобы он не просох Мне кажется, он и в маломощных лампах просохнет хорошо Как видите, второй слой все замечательно перекрыл Причем наносила я не прям толстыми слоями Первый вообще тонкий, второй чуточку потолще Но в два слоя все идеально Следующий гель-лак у нас в Михей Объем 6 мл По сравнению с этим пузырьком, в принципе, наверное, да Они примерно одинаковы по мл Номер 44 указан сверху Также на пузырьке ингредиенты указаны Сколько сушить, в какой лампе Текстура у гель-лака приятная, она не густая, тянущаяся Наносить ее будет легко Цвет фиолетовый, но очень приятный То есть он не сильно яркий Кисточка тоже удобная В меру плотная, наносить ее удобно Она ровненькая, то есть раскрывается хорошо Первый слой почти перекрыл типсу Но после лампы посмотрим, насколько он пигментированный На светлом оттенке вроде бы плотный и не сильно прозрачный Сейчас перекроем вторым слоем и это проверим Этот гель-лак, когда наносишь, такое ощущение, что он какими-то крупинками У меня есть световой пигмент, я уже его тестировала Ощущение, что он просто разбавлен с базой Правда, он у меня белый и превращается в розовый А этот цветной Но нанесение очень нравится Нанесла средний слой, конечно же, он перекрыл типсу Но сейчас проверим, как будет вести себя на светлом оттенке В принципе, даже очень неплохо Есть, конечно, проплешины, но они настолько мизерные, что особо и незаметно Не просвечивает, что самое главное для меня Так что этим гель-лаком, скорее всего, я себе сделаю покрытие Дальше мы с вами будем обозревать хамелеоны У меня номер 2 и 3, это новые Они вот так вот зафольгированные С ними ничего не случится Баночка маленькая, но, в принципе, такого материала много не уходит Обычно он используется в дизайне Открыла я баночки И смотрите, разница, в принципе, небольшая Вот эти больше отдают в оранжевый И этот в розовый, а эти в зеленый Но прям, чтобы цвета сильно отличались, я не вижу Наносить их буду на гель-лак GD Coco Номер 819 Черный цвет Буду наносить в один слой, так как смысла нет в два Они и так красиво ложатся Я уже пробовала их наносить на белый Смысла я вообще не вижу никакого Вам не видно бы, что там блестит Больше подойдет к летнему дизайну на белый цвет А вот на черный открываются все цвета радуги Вы посмотрите, какие приливы Следующий оттенок номер 2 По текстуре точно такой же, как и тот Только первый я покупала намного дороже Раза в два, наверное, если не больше Вот эти я покупала уже дешевле Но разницы нет Ни по текстуре, ни в нанесении, ни в самих блесточках То есть это один и тот же продукт, просто за разную цену Надо мне будет их сразу пронумеровать, а то я запутаюсь И теперь номер 3 Он чуть-чуть другой Вот этот вообще очень яркий, его сразу видно Я так понимаю, что это хлопья юки с гелем Если у вас есть возможность их намешать так То намешайте В принципе, ничего страшного не будет Но мне как-то понравилось то, что они отдельные Можно же с ними какие-то дизайны сделать Мы с вами их, конечно же, сегодня попробуем Вы посмотрите, как наносятся Вообще супер Если вам видно, переливается несколькими цветами Я уже чипсы перекрыла топом Вот такая вот красота получилась Номер 1 и 2, они очень похожи Я даже визуально не вижу разницы Этот просто более чуть-чуть в оранжевый отдает А этот, наверное, в зеленый Хотя... А, нет, это более в оранжевый отдает А этот более в красный Ну, в принципе, можно было выбрать номер 1 или номер 2 Номер 3, конечно, кардинально отличается Он зеленым и желтым Очень красиво И попробуем сейчас сделать с ними дизайн Для первого дизайна буду использовать гель-лак Винолиса Номер 934 Вы представляете, у меня в баночке номер 1 засохло От чего? Я не понимаю Вот такой вот блин получился Так что с этими баночками очень аккуратно будьте Вот такая вот ситуация может получиться То есть материала у меня осталось очень мало Отправляю в лампу Возможно, что в прошлый раз, когда я делала выкрустку У меня вот она застыла Буду использовать гель-краску Кани номер 530 Белый цвет По краям создаете такую тоненькую-тоненькую ниточку Края вы как бы прорисовываете У меня гель-краска загустела уже Кани Она у меня уже годовала, если не больше Линии могут быть любые фантазийные Какие вам захочется Какие вы сможете нарисовать То есть это не прям вот вам в точности надо повторить рисунок Можно так оставить, можно что-нибудь добавить Мне, в принципе, уже так нравится, оставлю А на следующем дизайне по-другому сделаю Для следующего дизайна буду использовать гель-лак Винолиса номер 903 Также можно ими делать жидкий камень Будет очень красиво смотреться На этом этапе отправляю в лампу И теперь так же, как в предыдущем дизайне Делаем прорисовку Вы можете сделать промежуточную просушку А можете оставить так Если уверены, что у вас все замечательно получится Так же тонкими линиями Ну, насколько возможно Если вы хотите прорисовку вот эту пообъемнее Просто после просушки делайте то же самое И у вас она будет смотреться более объемно Следующий дизайн буду делать на этом гель-лаке Номер 215 Это у нас номер 3 На этом этапе отправляю в лампу И далее гель-краской Кани Так же делаю прорисовку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такого плана дизайн можно сделать Отправляю в лампу И теперь прохожусь глянцевым топом там Где у нас идет хамелеон Топ использую без липкого слоя GD Coco Отправляю в лампу После просушки на остальную часть Наношу матовый топ Кашемир от Meis Отправляю в лампу Теперь приступаем к нанесению гель-лака Однофазного номер 6059 Цель у меня одна Попробовать получится ли нанести на этот гель-лак втирку Нанесу гель-лак по одному слою И этот оттенок 6006 Как раз таки с ним я и делала педикюр Мне очень цвет понравился На ножках вообще великолепно смотрится Очень интересный цвет Он не бежево-бежево-оранжевый какой-то такой Тоже нанесу в один слой Мне кажется это будет достаточно для втирки Втирка золотая номер 3 А липкий слой еще остался Поэтому вряд ли она будет прям втираться В этом случае наносится прям на липкий слой Значит мы ту типсу сейчас просушим еще больше 48 ватт я просушила полторы минуты Но все равно вот какой-то липкий слой Мизерный, но есть Итак просушила как следует Постаралась проверила Вот он не липнет вообще На топ обычно ложится такой знаете вуалью Поэтому я ее особо не использовала Отправляю в лампу И эту типсу я сушила уже 2 минуты Знаете вот трогаешь Липкого слоя нет А когда наносишь стирку Понятно что он минимальный, но есть Получается что все равно у этого гель-лака Липкий слой надо снимать Кстати сейчас мы попробуем снять и нанести втирку Сняла я как бы липкий слой И ноготок стал матовый То ли я его пересушила То ли еще что не знаю Но втирка на него наносится Вам скорее всего плохо видно Она просто дает такой сиреневый оттенок Итак девочки подведу итог Вот этот гель-лак мне вполне понравился Он как раз таки на свою цену То есть вполне им можно пользоваться Объем конечно смущает То что за эту цену можно купить гель-лак венолиса И он по объему больше А цена примерно такая же Далее мы с вами выкрашивали термо гель-лак Михей Он мне понравился По текстуре Вот как видите я даже пальцами нажимаю И он светлеет в этом месте Гель-лак очень даже неплохой По пигментации меня он устроил полностью Так как все гель-лаки термо Которые я пробовала Попробовала я очень много И их я все раздала Потому что они меня не устраивали То что на светлом оттенке они очень сильно просвечивали И конечно же я его буду советовать Потому что он мне нравится Далее у нас в Борнпрете были Вот такие вот хамелеончики Как помните один у меня застыл Стал сверху блином Но я вспомнила Это при прошлой выкраске Я его оставила на свету И еще в прошлой выкраске он у меня застыл Я понимаю что можно намешать С лопами юки Но как-то я побоялась Что такого эффекта просто не добиться Также сделала такие вот три дизайна Они очень легкие Ничего сложного нет Обязательно мне напишите Пригодятся вам такие или нет На матовом фоне Они смотрятся еще круче Чем есть на самом деле Ну и последние Однофазные гель-лаки Втирается на них втирка Но она ложится как на липкий слой То есть вот эту чипсу я сушила 2 минуты И как видите Втирка легла все равно как на липкий слой На втором гель-лаке После просушивания Я сняла обезжиривателем липкий слой И нанесла втирку И если вам видно Есть фиолетовый такой оттенок Она и должна так выглядеть То есть на любом топе Она точно так же и выглядит Проще снять липкий слой Чем сушить их столько времени Но для педикюра Эти гель-лаки у меня фавориты В конце я обязательно ставлю фотографии Этих дизайнов поближе Чтобы вы могли их рассмотреть Спасибо большое вам за просмотр Спасибо за внимание Спасибо, что познаете Ногтевую продукцию с Алиэкспресс Вместе со мной Если понравилось видео Ставьте лайк Если понравился канал Подписывайтесь Красивых вам и здоровых ноготочков Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok